Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я предлагаю вашему вниманию небольшой ролик «Как сделать продажу в 1С ERP? Документ реализации товаров, работы, услуг». Зовут меня Анна Брацелла. Документ реализации товаров, работы, услуг предназначен для оформления продаж активов организации как имущественных, так и нематериальных или отражения перехода права собственности от одного хозяйствующего субъекта к другому. Проще говоря, для оформления продажи товаров, оказанных услуг, выполненных работ, которые выполняет организация или продает. Кто же работает на практике с такими документами? Как правило, это специалисты в должностные обязанности, которые входят в выставление счетов, предоставление отгрузочных документов клиентам, в том числе бухгалтера, специалисты экономических и коммерческих служб. Для успешного оформления документа реализации пользованию необходимо понимать связи документа реализации с нормативной справочной информацией, связи документа с другими документами в рамках системы, порядок отражения этого документа в регистрах, бухгалтерам также в регистрах регламентированного учета и какими печатными формами сможет воспользоваться пользователь при оформлении данного документа, которые эти печатные формы, соответственно, он передаст клиенту посредством электронного документа оборота или наручно. Действительно, для того, чтобы успешно оформить документ реализации, надо понимать, что при его оформлении система будет обращаться к справочникам различным, по которым пользователю надо будет выбрать тот или иной элемент. При этом надо понимать, что выбор одних элементов, одних справочников является обязательным, а выбор элементов других справочников является опциональным. Давайте посмотрим на документ реализации и посмотрим, каким же справочником он обращается. Давайте его распроведем. Мы здесь видим на закладке основное, что он обращается к справочнику клиент, контрагент. Напоминаю, что если мы ведем учет по группе компаний, то у нас одному клиенту может соответствовать несколько различных контрагентов, которые в целом все относятся к определенной группе компаний. Собственно, организация, которая занимается реализацией, наша. Дальше здесь указывается соглашение, склад, договор. Мы видим, что есть гиперссылки. По оплате, по валюте, расчетам, которые работают через соответствующие зафиксированные условия в договорах. На закладке товары мы видим, что есть обращение системы к справочнику номенклатура. Это обращение и выбор этой номенклатуры, конечно же, является обязательным для данного документа. Дальше опциональные справочники есть, которых мы можем не заполнять, но нам система позволит провести документ. И мы можем сейчас нажать провести, и мы видим, что система не проводит документ. пишет, что количество остатков у нас уже превышено на складе. Ну, если мы, допустим, удалим контрагента и тоже попробуем провести, нам система также выдаст информационное сообщение, что вот эти обязательные поля не заполнены, что необходимо сделать для проведения этого документа. Это обязательные элементы, которые нужно посредством выбора пользователю, посредством выбора из нормативно-справочной информации, пользователю сформировать в документе реализация для его проведения. связи документа реализации с другими документами в 1С ERP. Действительно, чтобы пользователю успешно работать, нужно понимать, что система 1С предоставляет возможность оформления связанных документов, когда один документ системы является связанным с другим и может быть несен в нее на основании базового документа с сохранением всех соответствующих реквизитов, что удобно пользователю. Что это означает на практике? Это означает, что если занесен был какой-то документ основания в систему, и если мы на основании этого документа будем создавать реализацию, то уже, соответственно, все эти элементы, которые были выбраны в предыдущем документе, в документе основания, они попадут в документ реализации, и нам их не надо будет повторно с вами перевыбирать. Распоряжением, документом, основанием для оформления документа реализации могут быть в том числе заказ клиенту, приобретение товаров и услуг, подготовка к передаче основных средств. Сама реализация является распоряжением или документом-основанием для оформления документов счет на оплату, поступление безналичных денежных средств, заявка на возврат товаров от клиента и других. Вот на слайде мы тоже видим, что на основе документов оснований мы можем создать документ реализации, который в свою очередь будет документом оснований для различных видов документов. Давайте посмотрим в программе действительно, какие документы основания, какие документы нам предлагается создать на основе документа реализации. Корректировка реализации, если что-то пошло не так. Акт о расхождениях после реализации, возврат от клиента, претензия, документы, фиксирующие поступление денежных средств. Это либо приходный кассовый ордер, либо поступление безналичных денежных средств. Счет фактура выданный, счет на оплату. Действительно, счет фактура выданный может быть создан как отсюда, так и по гиперссылке из документа реализации, там, где требуется оформление счет фактуры. Вот гиперссылка оформить счет фактуру. Действительно, поскольку организация работает на общей системе налогообложения, оформить счет фактуру, это обязательное законодательное требование, ее можно создать как на основании, так и по гиперссылке. Для оформления продаж, можно сказать, существуют две основные схемы. Это без заказа клиента, ну, это, значит, без заказа клиента, отраженного непосредственно в системе. И с заказом клиента, отраженным в системе. Без заказа клиента, отраженного в системе, это значит, что, конечно же, как правило, у нас есть какой-то формальный документ, который позволяет пользователю отразить отгрузку со склада в виде документа реализации без зафиксированного в системе заказа клиента. Тогда реализация вводится без предварительной фиксации такого плана продажи. Пользователь берет данные из внешнего источника, не из системы, из какого-то соглашения, которое он, скорее всего, в бумажном виде видит перед собой. Либо с заказом клиента. В этом случае сначала в системе 1С оформляется заказ клиента, где планируется, какую именно номенклатурную позицию клиент хочет купить, по каким ценам, в каком количестве и так далее. Вот у нас есть заказы клиентов. Есть соответствующие действия. Чтобы была возможность оформить реализацию, здесь должно быть выбрано действие отгрузить. Также у нас есть специальное рабочее место продажи накладные, продажи, оптовые продажи накладные к оформлению, где мы с вами можем посмотреть неотработанные заказы на клиентов. Соответственно, по вот этому заказу на клиентов нам товары все у нас стоят в статусе отгрузить, плюс у нас есть номенклатура такая, как довозка, услуга по довозке этих товаров до склада клиента с нашего склада, и мы можем создать на основании документ реализации. Мы видим, что при создании на основании система продублировала нам все данные из заказа собственно в документ реализации, и у нас есть возможность провести этот документ. Вот, опять же, система демонстрирует нам, что мы не заполнили, не выбрали один из обязательных элементов для проведения документа реализации. мы делаем его выбор и система после этого успешно проводит документ реализации. Мы здесь можем посмотреть состояние выполнения, мы здесь можем посмотреть движение документа, здесь мы видим все регистры, в которые у нас попал данный документ. Дальше нам предлагается по гиперссылке оформить счет фактур, что мы с вами сделаем, и также оформим на основании счет на оплату на клиента. Мы видим с вами, что у нас в документе, который был оформлен на основании реализации, все та же сквозная аналитика, которая пришла к нам вся из заказов, все сквозные данные по номенклатуре, по клиенту, по ценам сохраняются. В рамках системы пользователю предоставлен широкий спектр печатных форм документу реализации, которые он использует в пользовательском режиме в зависимости от потребностей. Кроме того, существует возможность настройки комплекта документов. Вот мы с вами смотрим варианты печати печатных форм. Напоминаю, мы здесь с вами реализовывали непосредственно товарно-материальные ценности и услугу по доставке к клиенту. И мы можем сформировать с вами торг-12, где мы с вами видим как услугу, так и товарно-материальные ценности. Мы сможем сформировать с вами отдельно торг-12 без услуг, что будет, наверное, более комфортно пользователю. И отдельно в рамках этой же реализации мы можем сформировать печатную форму акт на оказанные услуги по доставке клиенту. Давайте посмотрим еще возможности создания документов на основании создания документа реализации на основании иных видов документов. Допустим, мы решили продать с вами основное средство и сделали документ подготовка к передаче. Действительно, на основании такого документа система тоже позволяет нам создать реализацию услуг и прочих активов. Либо мы с вами занимаемся реализацией без заказа клиента. Мы знаем, что мы с вами купили под конкретного клиента какой-то актив. Вот, допустим, это какой-то дорогой актив, какой-то дорогой станок, который мы купили и под конкретного клиента. Номенклатура одна, все просто, поэтому, возможно, мы не будем заводить заказ клиенту и сделаем просто на основе, имея перед глазами соответствующее соглашение с клиентом на закупку этого станка, в бумажном формализованном виде мы можем тоже сделать на основании документ реализации товаров и услуг. Но здесь, поскольку мы это делаем на основании поступления, система у нас не знает ничего про клиента, соответственно, нам надо будет выбрать клиента, здесь соглашение, но система перенесла нам сюда номенклатуру, нам остается только подставить продажную цену, проверить сумму, ставку НДС и провести такой документ для его отражения. Вот такие варианты оформления документа реализации предоставляет нам система 1С ЕРП. Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...